Так, друзья, рад приветствовать, кто подсоединился к нам после 12-часового, то есть когда мы уже начали вещать для новичков. Поэтому, друзья, поздравляем всех с наступающим Новым Годом, и я думаю, что вот эта вот очень хорошая песенка такая, она и поднимает настроение, во всяком случае, мне ее прислали на прошлой неделе, я с большим удовольствием там в чатах раскидал, посмотрел, потому что действительно суть, друзья, передана очень классно. И это то, как раз то, чем мы с вами занимаемся, под такой оптимизм, под такую интересно настраивающую музыку, я думаю, мы должны идти вперед, двигаться в 2016 год. Поэтому приветствую еще раз, кто... Так, дайте ссылку. Сейчас Николай скинет, Николай или я потом могу скинуть, или еще, так сказать, это... Скинем обязательно. Это самое... До конца вебинара скинем, поэтому... Потому что действительно, я тоже ее смотрел на испанском очень, как бы это... Вот, а здесь с такими словами, с такими этими... Очень интересно. Вот, поэтому, друзья, это крайний в этом году вебинар. Мы с вами прожили очень непростой 15-й год. Вот, и как на телемосту, на котором был Анатолий Доварищ Юницкий, я уже говорил, что у меня было желание одеть такую полосатую, у меня есть такая там черно-белая, вот, как у Ксении Собчак, которая была на пресс-конференции президента Путина, когда он рассказал, ну, я считаю, как бы очень злой анекдот к нашему времени, когда он сказал, что плохие времена, которые, казалось бы, вот сейчас черной полосой, спустя год, он говорит, оказывается, это были такие светлые времена. Вот, поэтому, кто с нами год, а я многих тут уже знаю, которые с самого начала с нами, которые были на прошлогоднем, новогоднем вебинаре, когда мы проводили и делали прогноз, когда только-только началось это падение, когда только-только начался прорисовываться вот этот хаос, который сейчас нас все больше и больше захлестывает. Мы как раз говорили, что 15-й год – это начало перемен, начало серьезных процессов в российской экономике, и в российской, и в мировой, и сейчас, как раз, друзья, мы видим, как все это активно развивается, мы видим все, что сегодня происходит. Вчера, да и сегодня, я смотрю, уже доллар установил исторический рекорд свой по росту. Как Арман говорил, как раз, друзья, как раз полтора года назад, октябрь месяц, позапрошлого года, там, ноябрь, когда мы ввели активные вебинары, такие для тех, кто только-только входил в проект, как раз мы анализировали, делали и показывали, и вводили вот этот термин экономического ковчега, и тогда было уже очевидно, что мир катится в очень сложные перемены, очень сложные процессы, которые будут идти вокруг нас, что альтернативы сегодня, кроме как резкой модернизации и серьезного изменения в структуре экономики быть не может, что надо слезать с этой иглы. Но тогда вот я даже с некоторыми нашими директорами нашей компании даже вел спор, меня там называли уж очень пессимистом, то, что происходит. Но, друзья, я просто традиционно привык давно этим заниматься, я занимаюсь анализом, и еще 20 лет назад у меня есть анализы, которые мировое развитие экономики и тенденции определяют на 5, 10, 15, 20 лет, 30 лет. Это макроэкономический прогноз, это очень интереснейшая наука, которой я очень давно и серьезно занимаюсь. И как раз вся эта наука идет именно на анализе тех технологий и тех трендов, как сегодня говорят, тех процессов, которые развиваются в мире. И исходя из этих трендов, абсолютно было понятно о том, как будет вести себя цена на нефть, о том, как будет взаимоотношение внутри стран ОПЕК, о том, как будет выстраиваться взаимоотношение между азиатским и мусульманским миром. То есть это все результаты анализа. Сегодня это уже очевидно для всех, очевидно для основного количества аналитиков. И я даже уже скажу, что для обычных людей, которые не так искушены в прогнозе, не так искушены в анализе, но они понимают, что то, что происходит, это серьезно, то, что происходит, это надолго. И это косится каждого, потому что за год двойное падение, более чем двойное падение цены на нефть. Соответственно, страна, которая полностью сидит на этой нефтяной и газовой игле, сегодня совсем непростые времена. И когда необходимо менять систему управления, надо менять систему приоритетов, наша власть, как раз и те, кто принимают экономические решения, показали, что они в принципе не способны под той риторикой, которая сегодня идет, что якобы правительство справилось с задачами, которые перед ним стояли, что они стабилизировали ситуацию, что еще, чтобы это... Друзья, это просто все хорошая улыбка, попытка изобразить какую-то игру при абсолютно плохой ситуации. Поэтому максимум, не то, что максимум, что правительство сделало и абсолютно сняло с себя ответственность, это привязав курс рубля к цене на нефть. И говорит, ребята, вот сколько будет стоить нефть, столько будет стоить и доллар. И все. И больше нас в этой экономике больше ничего не волнует. И интересный отчет «Газпрома», который позавчера опубликовали. Прибыль «Газпрома», вы думаете в эти цифры, прибыль «Газпрома» в этом году увеличилась в три раза. Представляете? При том, что в прошлом году они продавали газ по 450 долларов за 1000 кубов, в этом году продают за 200, а на следующий год заключают договора по 80. Но при этом прибыль у них растет. Почему? Потому что курс рубля был 35 рублей за доллар, а сегодня он уже приближается вплотную к 75. Поэтому, естественно, это в два раза курс, а выручка и прибыль у «Газпрома» увеличилась в три раза. Значит, они еще и где-то намышковали за счет внутренних цен, которые они поднимают на внутренний газ. Поэтому это, друзья, все внешние факторы, которые идут. И не говорить и не анализировать это нельзя. Но мы, друзья, анализ этого года все-таки делаем, исходя вот тот ролик, который сейчас шел, под очень такую мне симпатичную, еще с детством любимую песенку. Ну, не песенку, а очень серьезную композицию. Действительно, отчет работы за год о том, что год назад активно начал работать конструкторское бюро, о том, что год назад была получена земля, о том, что за этот год подведены коммуникации, спроектировано, сделано, идет стройка, изготовление, монтируется путевая структура для начала весной уже испытаний и начала первых работ по подвижному составу. Это, друзья, все идет. И это говорит о том, что наша система устоялась, мы активно работаем и привлекаем новых параметров, новых людей, мы организуем краудинвестинг, мы убеждаем людей и показываем результаты, которые есть, и это приносит свои такие существенные результаты и плоды, которых мы ждем. У нас идет активнейшая работа по формированию адресных проектов, небольших проектов, таких пилотных, такие как Челябинск, это со скайпарком, с легким спортивно-экскурсионным, вот вы видите сейчас в верхних двух слайдах, это спортивно-экскурсионный, это легкий транспорт, как мы их называем, юни-байки, то есть так это проста в изготовлении, проста в сортификации, потому что это не вид транспорта, а это вид именно спортивно-экскурсионный, то есть это форма досуга развлечений, вот она требует другого подхода. Вот, соответственно, сейчас уже заключаются договора на строительство первых таких трасс, и Арман тоже сейчас скажет еще, вот он летит 6 января в Ирландию, именно для того, чтобы уже обсуждать с руководством страны, с руководством Ирландии вопросы по строительству первых трасс. Второй очень важный момент, который сегодня происходит, это подключение все больше и крупных уже игроков фондов, и на правительственном уровне, в данном случае это результат работы в Австралии, когда благодаря нашей краудинвестинговой системе был найден партнер Роберт Ротхук, который приезжал в конструкторское бюро, и сегодня уже создана управляющая компания в Австралии, и в январе Анатолий Лавшиницкий летит уже в Австралию для тоже обсуждения, заключения договоров и запуска уже конкретных проектов на конкретных месторождениях, с конкретными инвесторами, это уже активнейшая работа, которая идет уже по реализации проекта. Поэтому эта, друзья, работа, благодаря нашей общей усилиям, благодаря нашей общей цели и задачи, которую мы ставили и реализуем, она идет, и здесь мы можем сказать, что строй, скайвей, спасай Россию, строй, скайвей, спасай планету, как ведет конструкторское бюро и Михаил Кириченко, вот это уже программа к действию. И мы сейчас уже делаем и серьезнейшие проработки по Украине, для того, чтобы показать, что это как основная программа, мы это делаем как программу развития России, мы показываем, что без модернизации, без новых коммуникаций, освоения Сибири, Дальнего Востока, и программа, которая сегодня запущена по гектару земли на каждого россиянина, она не может быть выполнена без программы скайвей. Это тоже все идет, но, как мы говорим, друзья, пока второй стороны для разговора на сегодняшний момент нет. Хотя подвижки в этом направлении есть, что уже определенные там и в правительственных кругах, и там в Министерстве транспорта уже присматриваются, уже этот проект становится более заметным, и тоже еще в январе месяце, скорее всего, будет очередная презентация или очередной доклад Юницкого в Министерстве транспорта. Может быть, то есть я вам тоже на прошлом вебинаре говорил, что я могу изменить свое отношение к Медведеву только в том случае, если он лично встретится с Юницким, приедет на полигон и во все услышание в камеру скажет «Стой, скайвей, спасай Россию». Тогда я могу сказать, что Медведев достойный премьер, и несмотря на те, скажем, там гадости, которые он сделал проекту в свое время, это будет его оправдывать. Но, друзья, я могу сказать, скорее всего, мы этого не дождемся, потому что сейчас активнейше обсуждается вопрос о замене премьер-министра. Вот, обсуждается кто, и я думаю, что если в ближайшее время или сразу после Нового года мы увидим Алексея Леонидовича Кудрина в роли премьер-министра, то я могу сказать, что это вполне достойная замена, и это действительно начало того, что страна будет вставать именно на антикризисные решения, и действительно что-то может начаться делать. Я Алексея Леонидовича знаю 25 лет, и я могу сказать, что это действительно, в общем-то, в сегодняшней ситуации достойный человек, который может взять на себя ответственность, и действительно с кем можно обсуждать, в том числе и программу по Skyway, и программу по освоению северных территорий с помощью технологий. Во всяком случае, это абсолютно вменяемые люди, и те, которые находятся в его, скажем так, обойме, в его команде, это тоже люди, с кем можно что-либо обсуждать. То есть, недавно вчера было обсуждение с Андреем Нечаевым, это тоже такой младо-реформатор, но весьма достойный человек. Ну, еще ряд людей, с которыми можно будет дальше работать. Еще на этой неделе хотел бы отметить с помощью того, что мы с вами обсуждали, делали это большое интервью Аркадия Дворковича, вице-премьера, который там в очередной раз разродился там огромными такими эпосами в адрес Турции, о том, что как Турция вредит, и как мы сегодня всей своей экономической мощью России задавим Турцию. Вот это, друзья, конечно, выглядит и звучит сегодня просто. Конечно, сложная геополитическая ситуация, идет сложнейшая геополитическая игра. Турция ведет себя абсолютно как бы там на сегодняшний момент вызывающей с точки зрения геополитики. А дальше то, что сегодня идет уже след за этим, вот эти вот экономические санкции друг на друга, которые есть, которые сегодня вводятся, мы на Украину, Украина на нас, теперь мы против Турции, Турция против нас. Это, друзья, как раз вы все понимаете с уровня здравого смысла, то есть для этого не надо быть большим экономистом, большим аналитиком, большим знатоком, таким как Миша Делягин или Михаил Хайзин, чтобы там так очень красочно и так очень профессионально оценивать, что это происходит. Но с точки зрения нас, обычных людей, мы понимаем, что ни к чему хорошему это не приведет. Что дорожание всех основных продуктов идет, что дорожание жизни идет, инфляция раскручивается, падение доходов бюджета идет, все это давит на пенсионную систему. Уже сегодня пенсионеры являются пострадавшими, потому что уже их инвенциация пенсии отстает от инфляции, то есть они уже беднеют, а их сегодня все-таки там порядка 30 миллионов, там даже 35 миллионов человек. То есть это говорит о том, что в этом году как минимум 35 миллионов человек станет беднее в нашей стране. А если взять еще всех бюджетников, многосемейные, многоодетные семьи, то есть это говорит о том, что год с точки зрения простых людей, которые не грезят и не говорят о геополитике, которым все равно на Эрдогана, на Аркадия Дворковича, на Хазина, на еще очень многих людей, которые там сегодня о чем-то говорят, они просто каждый день будут входить в магазин, каждый день будут что-то покупать, каждый день будут видеть, как их сбережения сегодня тают и тают. Мы запускали уже проект, вы видели, наверное, что с точки зрения уже обучения и аналитики, эту идею предложил Алексей Суходоев с Ольгой Шантиной, они его реализовали, и мы показали, мы с Нового года опять запустим этот проект, когда есть обычный калькулятор, который вы вводите, сумму, которая была у вас на начало прошлого года, сумма, которая у вас есть на начало этого года в рублях, и, соответственно, высчитывается, сколько же вы уже за этот год просто потеряли денег из-за того, что вы бездействовали. А сегодня, я могу сказать, бездействует с точки зрения инвестиционной грамотности 99% населения страны, то есть люди положили деньги в банки на депозиты под 9-10% годовых, а сегодня, когда инфляция уже превосходит 20%, а скрытая инфляция уже свыше 30%, а если возьмете цену рубль-доллар, то она увеличилась в два раза, поэтому я могу сказать, что это инфляция по отношению все, что к импортным продуктам или товарам, это уже в два раза, хотя нас пытаются убедить, что инфляция не повышает 13%, тогда же, если 13%, в которых официальная инфляция принята, то есть вы разместили на депозите в банке, ниже инфляции вы уже потеряли деньги. А если говорить о том, что если просто в прошлом году купили доллар и положили его себе в подушку или в матрас, то вы бы просто заработали на этом сегодня в два раза. Вот и вся арифметика, понимаете? И все объяснения, все вопросы, а так как у нас в банках лежит сегодня 17 триллионов вкладов населения, это говорит о том, что люди не склонны что-либо делать, не склонны ничего менять и просто теряют деньги, и это происходит каждый день. То есть человек разговаривает, сидит, ходит на работу, ни копейки деньги не снимая со счета и никуда не тратя, но при этом он становится беднее. Это, к сожалению, логика падения экономики, это логика обедения страны. И в этом плане, то есть сейчас Форбс опубликовал богатейших людей, вот я могу сказать, что я почитал, посмотрел, вот, да, там есть интересные факты, кто-то потерял за год 20 миллиардов долларов, кто-то там 10 миллиардов, но все наши олигархи, все наши обсуждения, никто из них беднее, друзья, не стал. Поэтому интересный происходит парадокс, что страна беднеет, мы все с вами платим все дороже, и жить нам становится все тяжелее, а те, так называемые олигархи, или те, кто сегодня владеет практически всем богатством, они почему-то становятся все богаче и богаче. Вот парадокс такого времени, и долго продолжаться это, естественно, не может. Соответственно, сейчас уже обсуждается и активно проводится много линий, как это дальше будет развиваться. Мы, друзья, стоим на своей платформе, нас никуда с нее сдвинуть и сбить нельзя. Это строй SkyWay, спасай Россию, друзья. Мы как раз говорим о том, что без SkyWay, без новой технологии, без запуска ядра шестого технологического уклада дальше двигаться невозможно. И мы с вами создали и работаем, и активно развиваем сегодня систему, которая все это реализует и делает. И сегодня, как раз в преддверии 2016 года, мы можем сказать, что абсолютно четко уверены, что со стороны сегодня и крупных структур, и властных структур начинает приходить понимание то, чем мы с вами занимаемся, то, что мы с вами создаем, и то, что сегодня действительно становится значимым. Поэтому мы без преувеличения четко можем сказать, что 2016 год, при том, что с одной стороны это будет тяжелейший год с экономической точки зрения, это будет тяжелейший год с точки зрения испытания вообще российской государственности, это будет тяжелейший год с точки зрения противостояния и конфликтов, которые будут находиться вовне и идут вовне. Это будет серьезнейшее сегодня испытание с точки зрения гражданской позиции, когда каждый человек должен высказать и определиться, что он делает. Но, с другой стороны, это будет год Skyway, это год будет активного торжества технологии, это запуска десятков и десятков адресных проектов, это будет время, когда 100% населения и России, и Евразии узнают об этом проекте. Не обязательно все станут 100% нашими союзниками, то есть из того, кто сегодня у нас уже появляются и враги, и оппоненты, и конкуренты, и завистники. Это все, друзья, сопровождает развитие проекта. Но то, что равнодушных не останется, и все будут тем или иным образом вовлечены в проект, друзья, это 100%. И мы активно к этому готовимся, мы активно на это идем, мы увеличим количество и вебинаров, и конференций региональных, которые мы будем проводить. И вообще то с нашим активом, с нашими людьми, которые продвигают проект, это все будет активное развитие в 2016 году. И строй SkyWay, спасай Россию, это для всех должно стать реально той позицией, той гражданской платформой, гражданской мировоззрением, которую мы сейчас несем, и которую мы считаем единственной правильной. То есть мы говорим, что, друзья, не конфликтами, не резкими революциями, не переделываем собственности, которая сегодня есть, а надо создавать новую экономику, надо создавать новую промышленность, надо создавать новые компании и предприятия, которые будут генерить ВВП, которые будут генерить рабочие места, которые будут в конце концов обеспечивать людей для нормальной жизни. Это все SkyWay, это все шестой технологический уклад, это все то, что сегодня входит в жизнь благодаря тому, что мы делаем. И как бы мы, то есть много раз мы об этом говорили, а сейчас я просто акцентирую в преддверии 2016 года о том, что, друзья, два процесса, которые будут идти параллельно, и надо на них смотреть спокойно. Это ухудшение ситуации, которая будет происходить вовне, это то-то буря и тот хаос, который будет возникать и пытаться нас захлестнуть, и второе, это все более становление и взросление и выход на очень серьезные позиции проекта SkyWay. И мы как раз сегодня смотрим с точки зрения, что наш экономический ковчег, он должен преодолеть все эти проблемы, он должен выстоять в этой буре и должен вывести всех нас, кто сегодня участвует в его строительстве, участвует в его запуске, участвует в его продвижении, для того, чтобы дальше мы уже получали те плоды и ту работу, которая была. Тем более, что начинается мощнейший проект, который бывает не раз в 100 лет, а раз, наверное, в 300 лет, это раздача государственной земли на Дальнем Востоке. И мы активно сегодня призываем и будем вести работу разъяснительную, то есть я буквально в феврале уже лечу в Хабаровск, в Комсомольск, во Владивосток, для того, чтобы показывать, рассказывать людям о том, что то, что сегодня дается эта земля, это большое благо, эту землю надо брать, надо брать ее в связке с проектом Skyway, то есть понимать, где брать эту землю, надо понимать, какой это будет давать экономический эффект, надо понимать, как надо входить в проект Skyway. Это все будем увязывать, делать и два этих направления. Это будет мощнейшее дополнение друг к другу, то есть когда активно пойдет сегодня раздача земли, а мы будем дополнять эту именно идеологию с точки зрения технологии развития, с точки зрения технологии освоения, с точки зрения получения экономического эффекта, с точки зрения того, что эта земля будет золотой. И сегодня кто это не понимает, это просто люди, которые не знают о технологии, которые не участвуют в проекте. Соответственно, это тоже цель, которую мы будем реализовать в первом полугодии 2016 года. И наша задача, которую я считаю абсолютно выполнима к середине мая, мы более миллиона человек приведем в проект именно под проект, под концепцию получения земли, получения акции в компании именно бесплатно. И второй, и третий момент это очень важный, это запуск адресных проектов, которые будут демонстрировать возможности технологии. И вот это как раз три направления, которые на наш взгляд и качественно изменят отношение к проекту. Ну а плюс к этому это на правительственном уровне встреча в Австралии, это руководство презентациям России, это очень серьезные позиции, которые сейчас идут в Киргизии и в Казахстане. Это, друзья, то, что будет, нельзя не сказать, и Арманд еще это комментирует, скажет, это переговоры и позиции, которые идут сегодня в Ирландии и в Лондоне. Вот, а также там Алексей готовится, Алексей сейчас в Индии, тоже готовит там сейчас ряд проектов и переговоры. Также он прям первой половине января летит в Париж для переговоров с красотушкой. Все это набирает обороты, все это идет, все это активно развивается. Но, друзья, чтобы не было никаких иллюзий и не было никаких, что мы выдаем желаемое за действительное или что это, скажем так, наша попытка перескочить в светлое будущее или привлечь каких-то крупных игроков. Нет, друзья, это все результат той работы, которую мы с вами проделали. Потому что если бы у нас не было что показать на полигоне в Марьиной горке, Юницкий не мог продемонстрировать Роду Хуку работу конструкторского бюро и документацию, которая есть, и уже изготовление, которое идет узлов и агрегатов, то ни о каких проектах в Австралии, ни о какой презентации и докладах на высшем уровне руководства Австралии быть бы просто не могло. Соответственно, без тех проектов, которые мы сегодня обсуждаем и делаем в Челябинске и готовим уже непосредственно демонстрацию в марте и апреле этого года легких юнибайков, то есть это прототипы спортивно-экскурсионных модулей, это прототипы Skyway, это прототипы городского системы, то ни о каких переговорах в Париже, ни о каких переговорах в Ирландии просто речи было бы не могло. Поэтому, друзья, мы сегодня, да, с очень серьезным, скажем, таким напряжением ждем 2016 год, мы с очень большим напряжением ждем тех проблем, которые будут вокруг происходить, но при этом, друзья, у нас есть четкий план действий, то есть мы запускаем и за этот год у нас задача запустить как минимум 70-80 адресных проектов, не только по России и по странам СНГ, это по всему миру, то есть сейчас ведутся переговоры и в Таиланде, там Андрей был неделю назад в Иркутске, договорились уже с руководством Иркутской области, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, в Африке ряд проектов сейчас готовится. То есть это, друзья, тот процесс, который идет естественным путем и, конечно, это все результат того, что подключаются новые и новые партнеры, подключаются новые и новые активные люди, которые уже смотрят в проект. Вот могу привести такой очень показательный пример, что вот у нас в проекте и инвестор, который вошел еще где-то полтора года назад, очень интересная актриса, девушка, она в свое время играла даже балерину Павлову и играла в фильме «Мой ласковый и нежный зверь». Помните, то есть есть ее фотографии на сайте с Юницким, как она более года назад стала инвестором. И у ее мужа очень близкий человек уезжает послом в Анголу и, естественно, что они попросили нас дать все материалы для того, чтобы по мере того, как будет входить им работа в Анголе, чтобы можно было руководству этой развивающейся африканской страны презентовать эту технологию. Естественно, что мы такими не отказываемся от таких случаев, то есть мы вам дали все материалы, все это и рано или поздно, друзья, это даст какой-то результат, потому что люди, которые уже больше года являются инвесторами нашей компании, которые активно развивают проект, и если они таким образом продвигают и убеждают людей, которые могут презентовать, естественно, что рано или поздно это принесет результат. Поэтому это тоже, друзья, как результат, как, скажем, то, что сегодня внушает очень серьезный, я даже сказал, не оптимизм, серьезную работу того, что сегодня это активно развивается. И я это говорил, говорю и буду еще неоднократно говорить. Друзья, тот шторм, та буря, то, что будет происходить вовне, да, будет очень тяжело, а к этому надо готовиться, это неминуемая вещь. Но, друзья, мы с вами создаем и работаем в экономическом ковчеге, который эту бурю преодолеет. И более того, я могу сказать, только благодаря этому ковчегу. И только благодаря той работе, которую мы делаем, это и имеет шанс быть преодолено и будет двигаться дальше, развиваться. И мы с вами в 2016 году увидим активнейшее подключение государственных структур на уровне мэров городов, на уровне губернаторов, на уровне уже федеральных министерств. Все это, друзья, разворачивается активно, действует. И, опять же, это все естественно. И только потому, я это не раз проговаривал, друзья, вы еще сейчас должны сами осознать и понять, только благодаря той работе, которая сегодня делается. А наша работа заключается сегодня, друзья, видите, в самом простом, что сегодня делается. Несите информацию, рассказывать, убеждать. Я сейчас активнейшим образом этим занимаюсь. И в Сарманном в 16 часов ведем вебинар для наших друзей. Сразу активные инвесторы, которые включились, это Словении, Польша, Болгария, Венгрия. Вот это наши славянские друзья, партнеры, которые активно сейчас развивают, продвигают этот проект. Естественно, наша задача доказать, убедить, показать, что это состоятельный проект, что у него есть серьезная история, доказательная база, то, что сегодня строится и делается. Это запустить проект формирования адресных проектов. Ну и в конечном итоге, конечно, это привлекать и новых людей, которые заинтересовались и включились в этот проект. Поэтому я могу сказать, что общаясь особенно с иностранцами, ну, в основном, либо русскоговорящими, они все когда-то в той или мере знают русский язык, они, друзья, ни у кого не возникает вопросов, почему эта технология русская, почему юнитский последователь, скажем, который стоит в ряду Можайский, Жуковский, Циолковский, Сикорский, великий наш изобретатель, это самый дальше стоит юнитский, это, друзья, тот ряд, что естественно сегодня продолжается и то, что естественно сегодня дает. И ни у кого из иностранцев не возникает вопросов, почему в транспорте 21 века ключевую позицию играет Россия, потому что, а где такой транспорт еще должен быть изобретен, придуман, испытан и построен, кроме как не в России. Ну, здесь я считаю, Россия, Белоруссия это абсолютно братские страны, вот, то есть и как раз опять же Белоруссия тоже выбрана неспроста, это сегодня наиболее оптимальная страна по климату, наиболее оптимальная страна, которая находится вовне вот этих сложнейших геополитических процессов, вовне вот этих вот вопросов с санкциями и так далее. Поэтому Белоруссия сегодня это действительно та гавань, это действительно та страна, которая может максимально содействовать развитию Skyway, максимально запуску этой технологии. Поэтому, друзья, 16-й год, год Skyway, даст нам очень интересные результаты. Я с удовольствием через, ровно через год 30-го октября или там 31-го, у нас надо посмотреть, когда будет вебинар, то есть по средам, вот, мы с вами будем вести анализ, мы будем подводить итоги 16-го года и могу сказать, что те итоги, которые мы с вами будем обсуждать и делать, они будут, конечно, нас всех очень серьезно радовать, потому что мы вплотную уже подойдем к тому, что будет уже закрываться вход в корневую технологию и наши венчурные капиталы, венчурные инвестиции, которые сегодня сделаны, и пакеты, которые сформированы с самой рисковой стадией проекта, они будут уже обретать очень такие осязаемые конкретные результаты, будет уже оборот обязательств, которые сегодня создаются. Это все, друзья, естественный процесс, который идет и к которому мы сегодня подойдем. Параллельно создание потребительского общества, то есть это юридическая форма, мы поэтому ведем сейчас серию вебинаров по понедельникам, юридическая форма, которая позволяет запускать целевые программы, это и целевые программы по адресным проектам, и целевые программы по конкретным научным разработкам, части которой является собственно сам Skyway, и как раз мы же и являемся как раз заказчиками и строительство полигона Марьина Горка, это и есть не что иное, друзья, адресный проект и целевая программа, которая сегодня идет. Второй момент очень важный, что через потребительское общество мы будем вам рекомендовать и доводить информацию, где лучше заявляться и у правительства сегодня просить землю для того, чтобы быть именно в логике линейных городов, в логике трасс Skyway, которые дадут максимальную капитализацию. Следующий очень мощный проект, который будет, это стимулирование привлечения новых людей, где Анатолий Дуарович будет давать очень серьезный стимул за то, что вы приводите, регистрируете новых последователей, даже те, которые без денег, а просто зарегистрировавшись в компании, будут получать очень существенные пакеты и очень существенную информацию по тому, как дальше будет развиваться проект. Ну и, конечно, адресные проекты, которые мы инициируем, и инициируем, это наша будет основная работа вот той команды, которая сегодня вот работает, в которую входит Арманд, вот он сегодня является генеральным директором Global Transnet UK, то есть это компания, в пакете которых венчурных заказов более чем на 15 миллиардов долларов. Это он же является генеральным директором Global Sky Park, то есть это управляющая компания, которая запускает в европейской части по европейским странам сегодня проекты, связанные с спортивной экскурсионной трассами, вот, и та, которая именно является учредителями компаний уже в Сочи, в Санкт-Петербурге, в Ростове, в Москве, в Челябинске, это как раз уже формирующаяся система, которая уже в 16-м году продемонстрирует возможности технологии. Вот, поэтому я, друзья, передаю свое слово как раз Арманду, вот, Арман, от тебя планы на 16-й год, от тебя отчет, что сегодня делается со стороны уже Global Sky Park и Global Transnet UK, ну и соответственно, как ты видишь развитие и какие планы у нас на 16-й год. Спасибо. Друзья, пожалуйста, дайте обратную связь, как меня видно, слышно, так как у кого-то хорошо, у кого-то плохо, лично все на десяточку. Ну чего, как настроение, у всех хорошо, да, в преддверии Нового Года, вот, конечно, если так вспоминать мою работу до сегодняшнего дня, да, 30-е, 31-е января, там, декабря, 1-го, 2-го января, то есть всегда я брал выходные, так как уже с 24-го начал празднование, да, то есть это у меня были такие, как, стопроцентные мои выходные. Ну вот сегодня, сегодня мы работаем, и на самом деле это уже не назвать работой, то есть это просто удовольствие заниматься этим делом, и я уверен, что многие из вас точно так же чувствуют и занимаются Skyway просто в удовольствии. О чем бы я хотел сегодня, так, подводя итоги, да, того, что сделано, чему научился, какие, скажем так, сложности встречал на своем пути, да, то есть пока доходил, я пришел к одному такому выводу, да, то, что люди настолько заняли своими ежедневными делами, что на самом деле нету времени посмотреть, что вообще происходит в мире. и из этого, в принципе, исходят все наши какие-то недоверия, да, всякие какие-то негативные информации, да, и так далее, то есть она именно исходит из того, что не обладаем информацией, вот. И если мы вернемся к тому же самому кикстартеру, да, который начинал где-то там на задворках в штатах свое деятельство, да, то есть они, ребята просто подумали, как можно внедрить тот или иной проект, который у кого-то, у какого-то инженера, да, там, или изобретателя есть в голове, то есть они понимали, что ему надо дать денег, соответственно, собирали денег, ходили там по соседним домам, говорили, вот такая классная штука, ну-ка, давайте ее внедрим, а когда, если вы заплатите, то, соответственно, мы вам запишем ваши там все данные, да, и вы получите первыми вот эти вот вещи. Вот представьте, там, получить первому iPod, да, или там iPhone, ну, это как бы классно такое, чувствуешь себя немножко, как сказать, в таком IP-статусе, да, и дальше, если мы рассматриваем, да, вот именно краудфандинговое, краудинвестинговое движение, да, мы видим то, что сменился этот кикстартер, да, краудфандинг, то есть он сменился на краудинвестинг, и сегодня, наверное, те, которые следят за вебинарами, то есть знают то, что в Британии есть платформа Crowdcube, и эта платформа, она уже запустила более 300 бизнесов, и минимальная, по-моему, там 300 тысяч фунтов стерлингов, да, особенно, а максимальная до 5 миллионов. Соответственно, люди уже, они нормально относятся к тому, что инвестиции сегодня, это, ну, как бы, само собой понятно, да. Раньше мы не обладали этой информацией, поэтому было, ну, скажем так, незнание каких-то моментов, да, мы не понимали, как кладывать, как делаются вот эти вот пассивные доходы. И сегодня это все, скажем так, стекается, да, в такую воронку Skyway, потому что, вот я хотел как раз показать, сейчас, надеюсь, что у меня получится. Вот видите, да, то есть это акции, то есть акции Hybrid Air Vehicle Limited, это компания Crowdcube, видите, да, там внизу, то есть я к чему это показываю, показываю то, что вот эта компания, она на Crowdcube взяла денег, да, и внедрила там дирижабль, который может садиться на разные поверхности, и вот у меня в этой компании есть акции, если вы посмотрите, эти акции, они идентичны, да, все то же самое, номер сертификата, какого класса акции, сколько акций, и в принципе, там имя, фамилия, да, и мой адрес, и время, и дата, когда это выдано. К чему я это все говорю? То, что, где же у нас это было? То, что, ребята, самое главное в нашей жизни, это быть, ну, скажем так, идти в ногу со временем. И на сегодняшний день очень многие, вот, которые полтора года назад говорили мне, что ты попал в секту, у тебя там твои боги, ты поклоняешься летающим трамваем, да, эти люди сегодня приходят и говорят, Арман, знаешь, извини, я вижу, как действительно все развивается, я тоже готов участвовать, я тоже хочу быть частью этого всего. Поймите, если бы я не говорил, да, если точно так же вы, вы точно так же делаете, выходите, разговариваете, как бы постоянно приходится какой-то информацией, да, а у нас проект, он развивает, он постоянно находится в таком драйве, да, что конструкторское бюро выдает просто настолько уникальные материалы, что даже если просто ты будешь каждый день обновлять эту информацию своим там друзьям, соседям, да, тем людям, которые не прочь следить за проектом, хотя, может быть, и не считаются на сегодняшний день там инвесторами, да, или сторонниками проекта, они рано или поздно придут. И Сергей Анатольевич, он затронул такой момент, да, что олигархи сегодня теряют много денег, да, но на самом деле они никто беднее не стал. Это очень простой решет, ну, как бы, ответ этому очень прост. Они постоянно инвестируют, даже если они в одном месте теряют, у них десятки инвестиций в разных других странах, в разные другие инструменты, где у них с учетом этого кризиса есть прибыль. И, соответственно, зная, куда вложить, вы можете постоянно увеличивать свои доходы. И это, этому и в принципе обучает Андрей Федорович Хавратов в Академии частного инвестора. И сегодня эти материалы для каждого из вас, они в принципе доступны. Все, что нужно вам сделать, просто уделите время, почитайте, поизучайте. И я уверен, что многие вопросы, они отпадут сами собой. Насчет, ну, скажем так, если затрагиваем и подводим итоги за весь год, что сделано. Сделано очень много, а самое главное, мы все сюда пришли зелеными, такими неопытными человечками, которые хотели просто каким-то образом помочь этому проекту продвигаться и двигаться так, настолько интенсивно, как это сегодня мы можем наблюдать. И на самом деле здесь нету моей заслуги или там заслуги Сергея Анатольевича или Ачковратова. Здесь нету заслуги даже всего директорского состава, потому что без вас это бы, ну, как бы, не пошло. Вопрос в другом. Что вы для себя, скажем так, принимаете, да? Если вы хотите стать частью этого, так у вас все двери открыты. Этот проект, он новый, его нету нигде. И сегодня каждый из вас может занять свою нишу. Так же, как это сделала раньше, там, ну, тот же самый команда Ричарда Брэнсона, да, в компании Virgin. Так же, как это сделала команда Дональда Трампа, да, которые вначале увидели его, как бы, видение, да, что он хочет получить, как бы, в итоге. И они просто подключились и начали помогать. И здесь никогда не забуду, читал очень хорошую книгу, да, называется Screw It, Let's Do It, где Ричард Брэнсон описывает, как он начинал свой Virgin. И он сказал там такую фразу, что есть два способа, как, ну, как пробить себе карьеру. Один способ, это когда ты ищешь, ну, вот я знаю здесь в России, да, то есть Газпром, это как, компания Газпром, это как такой эталон, да. И есть, как бы, два варианта, можно прийти в Газпром, начинать работать там как уборщик, да, потом учиться параллельно и выходить на другой уровень. И, соответственно, после этого вы, возможно, станете менеджером, да, а может и директором, но вы никогда не станете дольщиком. А вторая возможность, это найти, скажем так, перспективный проект и в этом проекте помочь сделать все для того, чтобы вывести этот проект на, ну, то есть популярность, да, на прибыль. И, соответственно, вы тоже станете успешным. И, в принципе, вот так и получилось со мной, что я просто хотел рассказать всем своим друзьям, знакомым. Чем больше я рассказывал, тем больше опыта набирался, тем, как бы, я становился, наверное, ну, не то, что мудрым, да, но более опытным. И, соответственно, сегодня, когда уже общаешься по адресному проекту с такими высокопоставленными людьми, которые могут принять решение в стране, да, ты начинаешь понимать, что, ну, как бы, круче этого ничего на данный момент, по крайней мере, не может быть. И именно хотел бы поблагодарить тех людей, которые меня, скажем так, свели. Это Ольга, то есть не Ольга, а Олег из Ирландии, да, это Наталья, которая организовала встречу, это Виталий, который просто 400 километров ехал для того, чтобы помочь это сделать, Том, которого Наталья подключила, это ирландец, который сегодня имеет строительную компанию, и он готов строить, понимаете. Но этого всего не было бы без вас, потому что мы являемся той подпиткой, да, то есть мы инвестируем, мы рассказываем, мы привлекаем людей, мы даем людям шанс, который бывает раз в жизни. И как Андрей Федорович Ковратов говорил, этого шанса не будет ни у ваших детей, ни у ваших, там, внуков, да, этот шанс у вас. И сегодня воспользоваться этим шансом, ну, не воспользоваться этим шансом, это грех. Поэтому, ребята, не нужно стесняться, то, что мы делаем, ну, многие, наверное, там, скажут, да, то, что, о, это же, там, пирамида, MLM, да, и так далее, то есть вы используете, вы сегодня уже, там, зарабатываете денег от того, что люди инвестируют. Ребята, я могу сказать, то, что если вы проанализируете в интернете, сколько крупных компаний тратят на рекламу денег, да, то вы поймете то, что мы на самом деле самый минимум закладываем. И, соответственно, реклама, она все равно как-то должна, то есть она должна быть. Даже на радио, да, там, запустить какой-то ролик, или хотя бы информацию, да, там, о том, что открылся новый кафе, там, салон или еще, это требует денег. У нас же реклама идет среди наших же людей, понимаете, то есть зачем нам отдавать какому-то, ну, тому же самому, там, первому каналу, да, или ТНД, где все люди смотрят, если мы можем эти деньги, допустим, не им отдавать, а отдавать тем людям, которые сегодня продвигают проект. Поэтому каждый из вас, ну, скажем так, главное, найдите ответы на ваши вопросы. Когда вы найдете ответы на ваши вопросы, здесь в чате писали, да, как я могу там участвовать в адресных проектах и так далее. Ребята, сотни и тысячи адресных проектов будут создаваться в ближайшие годы, и у вас есть этот шанс, понимаете, вот 251 человек, который сегодня находится в этой комнате, у вас у всех есть шанс. Вопрос только в том, хотите ли вы его использовать, хотите ли вы взять на себя ответственность и стать ответственным за то, что сегодня делают. Поэтому, ну, что я могу сказать. С наступающим Новым годом и всех благ, то, что мы сделаем, это уже, в принципе, даже обсуждению не подлежит. То есть мы 100% внедрим наш сайвэй, и очень скоро мы сможем ездить друг к другу по второму уровню. Сергей Анатольевич, спасибо большое за время. Вам слово. Так, Арман, спасибо. Спасибо. Значит, ну, я думаю, что у многих, особенно, ну, я сейчас обращаюсь к тем, кто видел первые выступления Арманда, и Алексея Суходоева, с кем мы год, с такой командой. Я очень рад, что мы работаем. Видите, как ребята растут, как они действительно живут проектом, и на какие результаты мы сегодня выходим. И мы так, ну, так между собой улыбаемся. Есть вопрос, что Арман сейчас возглавляет компанию, там, пакет которой венчурный, там, 18 миллиардов долларов. Ну, это все хи-хи-ха-ха, шутки, шутками, там, все это. Но, друзья, пройдет какое-то время, и эти проекты, когда начнут реализовываться, то многие уже будут на это смотреть не как на шутку, а на серьезные компании, на серьезные. А это, друзья, будет просто неизбежно. И благодаря тем проектам, которые сегодня начинаются, вот эти с легкой прогулочных систем, всегда с чего-то есть точки входа, легкая, игрушки. То есть, вспомните, что такое, были iPod в свое время, которые заводил Jobs, а потом все это выросло уже в центрею и капитализацию компании в 750 миллиардов долларов. И все казалось таким нереальным, несбыточным, далеким. А сегодня, друзья, я вам могу сказать, что вот на прошлом вебинаре мы в конце поставили ролик, который из конструкторского бюро, как называется, при открытии, ну, такой завесы, когда Юницкий уже показывает часть ноу-хау, часть действительно очень концептуальных решений, когда становится понятно, что действительно это очень серьезная работа. Я вам могу сказать, что сейчас такая же активная работа идет уже по формированию конкретных компаний, конкретных проектов с применением технологии. Мы уже просчитываем бизнес-планы, мы уже проектируем поселки, которые будут вдоль трассы идти. Я могу сказать, что мы со следующего года начнем показывать вам ряд визуализаций, то есть, как будут эти поселки устроены, как там будет устроена вообще система обеспечения, как вы будете жить. И я вам могу сказать, что это настолько интереснейшая вещь. И для кого-то это кажется фантастикой, а для нас, друзья, это уже реальная, повседневная, каждодневная рутина, работа, которую мы сегодня делаем. И проекты, которые мы сейчас делаем уже по ряду городов, ну, как минимум пять городов, которые уже изъявили желание подписать договора и предоставить Землю, это как раз тоже все реальность и то, что сегодня происходит. Поэтому, несмотря, вот как мы уже говорим, на тот процесс, который идет везде, причем, почему мы сейчас активно вот и работаем по различным городам, по различным странам, потому что такая ситуация, как сегодня в России, она специфичная. И это не то, что сегодня кризис идет мировой, как нас вот пытаются там Миша Хазин там или Миша Делягин, особенно, он такой соловей экономический, показать, что сегодня мировой крах и завтра доллар рухнет. Сегодня, друзья, американская экономика показывает стабильный рост. Она сегодня и ФРС поднимает ставки. Сегодня американцы переводят производство из Юго-Восточной Азии, из Китая, из Таиланда, переводят обратно в Америку. Для этого им сегодня нужны дешевые энергоносители, потому что это обеспечит серьезный рост. А энергетика и нефть в экономике Штатов там не более 2%, а все остальные потребители энергии. Сегодня дешевая энергия нужна Европе, которая также выходит в зону роста. Сегодня дешевая энергия нужна нефть, газ, электричество дешевое, нужна Китаю, который не сбавляет, пока там старается сохранить темпы роста. Поэтому то, что сегодня мы говорим, кризис и сложные отношения, так вот это сегодня внутри России, это внутрироссийские проблемы, которые накапливались десятилетиями. И сегодня пришло время их решать, что десятилетиями, когда сидели на трубе, и казалось, что высокие цены на нефть обеспечат решение всех проблем, и что дешевая нефть нужна всему миру, а оказывается, есть циклические колебания. И когда дорогая нефть, то все вкладывают в энергосбережение, а потом дешевая энергия стимулирует развитие производства, обработки сферы потребления. Это все, друзья, законы развития, законы экономики, законы длинных технологических и экономических волн. Все развивается волнообразно, циклично, и все это завязано в определенные процессы, которые сегодня комментируем и описываем, и анализируем с точки зрения технологических укладов, потому что каждая технология вводит неповторимую уникальность того уклада, который сегодня происходит. То, что сегодня идет, это также уникально. Таких больше шансов, таких больше возможностей не будет никогда. Будут потом другие, будет следующий уклад, седьмой экономический уклад, это то, что будет выводиться уже производство в космическое, на орбиту вредное производство, будет создаваться космическая индустрия. Это тоже индустрия, которая еще начнет создаваться через 20-30 лет, но основу закладывает ее сегодня, опять же, инженер Юницкий, потому что основа седьмого уклада находится в шестом. Так же, как и транснет, тот, который мы видим, видите, транснет, это сеть адресных проектов, которые объединяют мир. Так вот, основа транснета невозможна была без создания информационной сети интернета. Поэтому все в этом мире взаимосвязано, все в этом мире идет в одной логике, и то, что сегодня происходит и делается, это все закономерно. Поэтому мы сегодня максимально диверсифицируем, это я отвечаю на многие вопросы, которые сегодня идут. Поэтому мы сегодня запускаем проекты не только в России, мы запускаем эти проекты и в Юго-Восточной Азии, как я уже говорил, это и Китай, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Малайзия, вот, то есть еще в ряде стран идут переговоры. Это Европа, это вот сейчас Ирландия, Англия, Голландия, Франция, это Финляндия, сейчас обсуждается вопрос, Норвегия, где у нас активнейшая команда работает наших таких молодых, талантливых ребят. Поэтому везде эта работа идет, и я могу сказать, что по-любому, какой проект первый пойдет, он будет тянуть за собой и демонстрационную основу, и доказательную базу, и развитие всего проекта Skyway. Поэтому его сегодня остановить невозможно. Его сегодня тормознуть или как-то помешать, можно только, ну, скажем, такими не, ну, проще говоря, бандитскими методами, то есть когда личная угроза или личные, скажем так, вмешательства в работу либо компаний, либо процессы. Конечно, проект венчурный. Мы говорим, что стадию риска с точки зрения Юницкий сегодня убрал практически и доказал, что с технической точки зрения рисков нет сегодня. То есть технически все реализовано, это строится и будет продемонстрировано. С финансовой точки зрения мы сегодня с вами отстроили развивающуюся рабочую систему, и она показала свою жизнеспособность и то, что она получает результат. А вот все остальное, взаимодействие с властью, взаимодействие с конкурентами, взаимодействие с крупными игроками на рынке венчурном и на рынке новых технологий. Вот это, друзья, конечно, еще предстоит нам сделать, отстоять, защититься и дальше развиваться. Но мы, наверное, продемонстрировали и показали, что команда, которая сегодня продвигает этот проект, и каждая в своем направлении, она формируется и делается, она высокопрофессиональная. И по мере того, те вызовы, которые перед нами встают, мы их решаем. То есть так же, как год назад, когда надо было резко разделить, то есть сейчас очень много идет вопросов, друзья, я сразу отчасти отвечу на этот вопрос, даже попыткой противостоять между SWIG, то есть Skyway Invest Group и Skyway Capital или RSV, которые продвигают, нет, друзья, это все попытки, либо такое мелкое жульничество или свои интересы в той системе, которая есть. Я вам довожу, кто не знает, кто знает, чтобы вы еще раз услышали, что Skyway Invest Group, именно как инвестиционный фонд, выделился в самостоятельную, именно не аффилированную с Юницким структуру и самостоятельную инвестиционную группу только для того, чтобы вывести из проекта краудинвестинг, чтобы Юницкий, как конструкторское бюро, занимался только научно-производственной деятельностью, только продвижением технологий, только развитием производства. Мы год эту задачу выполняли, потому что после конфликта в Литве с руководством Литвы, который был инициирован там именно такими русофобскими правлениями и конкурентами, которые пытались задавить технологию Сименс, соответственно, были после тех проблем, которые там возникли, надо было разделить. И мы год фактически выполняли в одиночку эту работу. Параллельно создана система Skyway Capital, параллельно запущена и потихонечку начинает обороты работать сама компания РСВ, это уже год спустя. Поэтому я могу сказать, что в следующий год, буквально январь, февраль, март, произойдут очень серьезные изменения. Мы были, остаемся и будем одной командой. И второй вопрос по обязательствам, которые мы говорили, что любые инвестиции, которые идут, они обеспечены обязательствами корневой компании, обязательствами лично Юницкого. Никаких других обязательств здесь, друзья. Просто нет и быть не может. Они выражены в виде акций, которые сегодня вносятся в реестр уже компании, за которой, или точнее в которую внесена интеллектуальная собственность. Это, друзья, юридическая схема, которая отстроена, которая работает. И сегодня, после октябрьской конференции 25 октября, по взаимному, скажем там, согласию и по взаимной просьбе мы приняли решение, что все обязательства, которые есть сейчас в Skyway Invest Group, они будут конвертированы. Именно конвертированы, чтобы не было никаких иллюзий или там недосказанностей в акции РСВ. И здесь эта задача, которая идет по юридической защите, она юридической службой компании, там, Виктором Бабуриным, нашей юридической службой, Ириной Ральцевой, Димой счастливой, они сейчас выполняются. И здесь все обязательства, которые взяты, они будут выполнены. И мы сейчас унифицировали и ввели всю работу, которая ведется с инвесторами, чтобы она была унифицирована. Поэтому попыткой противопоставить, попыткой тем более внести какой-то расслабление, тем более как-то еще комментировать действия, я считаю, это неправильно. Мы сейчас взяли направление по специализации. Мы специализируемся сейчас именно на привлечении максимального количества людей и работы в рамках законодательства именно России и евразийского пространства. Для этого мы дополнительно создали потребительское общество, которое еще дает дополнительную гарантию не только акционерным законодательствам британского права, но еще и вводит потребкооперацию. То есть это еще новое законодательство, которое дает дополнительную защиту через участие в потребительском обществе. Соответственно, второй момент, который мы сейчас увязываем и делаем, это с государственными программами, такими как выделение гектара земли и выделение земли в регионах, которые мы также увязываем с программой. И соответственно, это тоже наша задача, которую мы сейчас решаем и делаем. И третье важнейшее направление, которое можно сделать только в рамках потребительского общества, это целевые программы, которые направлены на реализацию трасс, конкретных проектов по городам и регионам России и стран СНГ, Евразийского Союза. Поэтому это тоже работа, которая сегодня делается, ведется, но и как вы видите, так из-за активности наших ребят молодых, которые есть. Мы работаем и в Европе, и в Азии. Это дополнительные условия, которые сегодня идут для развития проекта. Поэтому мы сегодня здесь собрались для того, чтобы продвигать проект. Мы ни в коем случае не делим и не вводим никакую конкуренцию между директорами или активными членами. Поэтому надо четко понимать, все, кто пришел в проект Skyway. Он продвигает Skyway, технологию инженера Юницкого. Он капитализирует те венчурные инвестиции, которые он сегодня делает. Мы делаем упор именно как Skyway Invest Group, который является фондом целевого финансирования потребительского общества, который инвестирует именно в корневую технологию Skyway. Это специализация, это направление, это целевой фонд. Также целевые программы, как я уже сказал, это запуск адресных проектов. Поэтому работа здесь, друзья, что надо понимать, что та ниша и та экономическая платформа, которая создается, хватит места на всех, еще и хватит с головой, и не только нам, а еще и нашим детям и нашим внукам. Поэтому, друзья, давайте работать, делать, объяснять, говорить и доводить информацию до тех, кто скептиков, которые не хотят сейчас участвовать или делать. То есть я сейчас делаю основной упор и вам советую на то, что людям надо говорить, что президент Путин сегодня дает землю, которая будет золотой и дороже, чем в Садовом кольце Москвы. Юницкий сегодня создает технологию, привлекает вас для того, чтобы вы получили, даже как просто войдя в проект, пакет акций соизмеримый с миллионами долларов, потому что это капитализация интеллектуальной собственности, наработанной десятилетиями, и это то, что эту землю сделает золотой. И мы, соответственно, реализуем адресные проекты, это как уже демонстрация технологии и начало капитализации уже в 2016 году. И вот как раз все это вместе является очень серьезным убеждением, очень серьезным доказательством того, что проект развивается. У меня очень много задают вопросов, с чего начинать. А вот, друзья, с этого и надо начинать. Слышали ли вы о земле, которая раздается? Хотите вы ли ее получить? Знаете вы ли о технологии, которая сделает эту землю золотой? И слышали ли вы о обладательственном проекте, который уже в этом году в вашем городе будет демонстрировать и показывать эту технологию? И я вам честно могу сказать, я еще не встречал ни одного человека, который бы сказал, нет, я этого делать не буду. Потому что сейчас все, что требуется людей, это просто дать согласие на регистрацию. Сказать, да, зарегистрируйте меня, получите землю и соответственно дайте мне подарок акции и я готов дальше за этим смотреть. Все, друзья, больше от человека на сегодняшний момент не надо. Мы вовлекаем его в свою орбиту, мы начинаем доводить его информацию, приводить его на вебинары, показывать о том, что он теряет, когда он чего-то не делает или что он может получить, если сегодня он включится в эту работу. Мы показываем, какой бизнес можно на этом сегодня отстраивать, мы показываем сегодня возможности, которые дает в общем проект. И это все как раз ни одного человека не оставляет равномочным. Поэтому мы до мая месяца задача перешагнуть первый миллион, а к концу года выйти на пять, а в смелых прогнозах мы даже смотрим на десять миллионов человек, которые будут поддерживать этот проект. Поэтому, друзья, это, конечно, все абсолютно реальные достижимые результаты. Это все, что определит шестнадцатый год и это нам позволит на все смотреть через наши, как вы помните, розовые очки Skyway, то есть на то, что будет происходить во мне, как бы тяжело при этом соответственно не было. Это нам позволяет сегодня убеждать и показывать, как и большее количество инвесторов, так и власти всех уровней, потому что это тоже становится серьезным, когда миллион, а потом два, а потом пять человек поддерживает, просто так отмахнуться от этого нельзя. И еще очень важное такое направление. Мы сейчас создали, зарегистрировали уже общественное движение Евразия в поддержку проекта Skyway. То есть помните, кто был на 25 октября, мы тогда поставили цель и задачу, что со временем мы будем создавать свою общественно-политическую систему, именно которая будет поддерживать, лоббировать и защищать проект. Мы определили таким образом, что как только мы набираем первый миллион человек, которые зайдут в это общественное движение и соответственно потребительское общество, то мы дальше будем его перерегистрировать в партию для того, чтобы заявляться о том, что мы хотим, мы делаем и наша цель это строить миллионы километров дорог в России и евразийском пространстве. Так, у нас там Алена задавала вопрос. Так, по... Я обещал ответить сейчас. Так, по-моему, я то, что хотел ответить, вот Алене я написал, по-моему, я ответил, правильно? Вот. Есть еще? Обещал ответить. Да, 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 все. Потому что там еще писали, что какие-то вопросы задают, особенно к руководству СВИК и почему-то какие-то вопросы остаются без ответа. Но пока у нас там с Екатеринбурга видел очень активную полемику, почему акции так медленно и обязательства фонда переводятся в обязательства главной компании. Но, как я уже говорил, это было принято только в октябре месяце и сейчас идет с точки зрения техники, именно программистов и личных кабинетов СВИГ и РСВ, каким образом это осуществить переход. То есть, с технической точки зрения это не так просто, но как нас заверяют... Так, Ален, нет, вы совершенно не ответили ни на один мой вопрос. Так, Ален, а можно тогда еще... Либо напишите, я что-то пытался найти вопрос, который там был, я написал, что я на него отвечу, а найти не смог. Ален, напишите тогда еще вопрос, потому что вы так активно писали, что вы задаете, а ответов не получают. Я просто пообещал ответить на этот вопрос. Напишите тогда еще раз. Так, вопрос. Есть ли возможность выйти на мэра города Туапсе с предложением адресных... А, по адресным проектам. Понятно. Значит, по адресным проектам мы, начиная с января месяца, будем вводить специальное обучение и всех людей, которые хотят к этому подключиться, мы с Алексеем, мы с Армандом будем прям давать алгоритм, первое, второе, третье, пакет документов, презентации, все письма, которые на все уровни, которые надо писать, соответственно, работу с проектировщиками, работа с местными, те, кто занимается геодезией, все, кто занимается коммуникацией. Эту работу мы с 1 января запускаем, ну, с 1 сразу после праздников запускаем и все, кто хочет подключиться к адресным проектам, мы будем давать абсолютно законченный алгоритм, как это запускать. А дальше вы берете этот пакет документов и начинаете уже работать непосредственно со своими мэрами, со своими вопросами. Это все, что касается учения. Так вот, и второй вопрос. В октябре, в ноябре... А, в Питере будет новый замгубернатора, если не перепутал. Да, Ален? Значит, это месяц назад или полтора месяца назад, есть очень активный там наш товарищ, он является помощником уже одного из вице-губернаторов в Санкт-Петербурге, это Игоря Альбина. И ходят очень серьезные, как бы, такие разговоры в таких высоких кругах о том, что Игорь Альбин должен стать губернатором Санкт-Петербурга. Произойдет это, не произойдет, я как тогда говорил, так и сейчас это не от нас зависит, но Игорь давно знает о нашем проекте и, скажем так, является даже его сторонником. И как раз мы будем ему презентовать первый проект по проекту «Северная жемчужина» и, соответственно, с ним выходить на губернатора Полтавченко. Станет Игорь Альбин губернатором или не станет, но это время покажет. На мой взгляд, это очень достойный человек, он уже был губернатором одного из регионов, он был министром регионального развития, это довольно-таки профессиональный человек. Поэтому против Полтавченко мы тоже ничего не имеем, просто сейчас он очень серьезно болеет, и поэтому его замена идет только по состоянию здоровья. Это та информация, которая у меня есть. Но в любом случае, в начале января мы будем презентовать этот проект еще губернатору Полтавченко. Вот, поэтому вот все, что касается сейчас, я, по-моему, на этот вопрос ответил. Так, Алёна? И, соответственно, следующий момент это по адресным проектам. Я также сказал, так, по поводу мэра Санкт-Петербурга. Да, все. Так, сколько будет стоить такое обучение? Значит, друзья, ну вы, наверное, уже обратили внимание, что как таковую плату за обучение, чтобы просто, что мы учим и за это берем деньги. У нас такого понимания нет. Мы вводим понятие, как обучающий инвестиционный пакет. То есть, право на получение этой информации и этого пакета получит тот, кто приобрел определенный инвестиционный пакет, получил за это акции, подарок, соответственно, свой счет и получил право обучаться. То есть, вы понимаете, что таким образом мы ставим, но это не барьер, это неправильно сказать, а таким образом мы ставим сито для тех, кто адресным проектом может заниматься только тот, кто является уже активным инвестором. Либо привлекает людей, что одно и то же, потому что он инвестирует, либо инвестирует свои деньги. На наш взгляд, это правильный подход, потому что людей со стороны, которые просто говорят, я в проект не верю, я инвестировать не буду, я привлекать никого не буду, но я пойду продвигать проект в мэрию. На наш взгляд, это неправильный подход, потому что сегодня фактически продвижением адресных проектов занимается не такое большое количество людей. Это Андрей Хавратов, он в Иркутске и в Таиланде сейчас проводит, это Дмитрий Счастливый, это Алексей Суходоев, Челябинский, это Арманд, так извините, это все крупнейшие акционеры компании. Я занимаюсь этим проектом, я тоже, ну я могу сказать, если не самый крупный, то довольно-таки крупный акционер компании. Виктор Васильевич Морозов, который тоже инвестировал не одну сотню тысяч долларов еще полтора года назад, он сегодня продвигает эти проекты в ряде городов. Поэтому то, что мы сейчас говорим и будем вводить, это определенные, скажем так, требования к тому, кто подтверждает, что он верит и он работает в этом проекте. Поэтому прошу относиться к этому абсолютно с пониманием и меньше всего мы бы хотели сейчас общаться и работать с людьми, которые сами не веря в проект, сами не понимая, о чем идет речь, идут убеждать других и идут эту информацию доносить до кого-то другого, а тем более, которые хотят на этом еще и заработать. Поэтому здесь, друзья, вопрос такой. Мы, естественно, ставим вопрос, что вы можете на этом зарабатывать, мы отстраиваем бизнес-систему, но для этого надо квалифицированно и профессионально работать. Так, Арман, тут по акциям. Так, вопрос. Вы говорили, что в октябре-ноябре в Питере будет... Так, все. Ответил я на этот вопрос, Арман, поэтому все это. У всех акции простые. Друзья, здесь я видел ссылку на вебинар Виктора Бабурина, который абсолютно четко со схемами и профессионально показывает акции, какие в какой компании, где привилегированные, где не привилегированные. Я могу сказать просто, чтобы не повторяя эти вебинары и не повторяя эту ссылку, могу сказать, что на сегодняшний момент отстроена очень серьезная, довольно-таки стройная юридическая защита сегодня акционеров и инвесторов, те, кто приходят в компанию, те, кто поддерживают проект. Это и со стороны защиты Skyway Invest Group, здесь выстроена своя система и со стороны Skyway Capital и со стороны РСВ, поэтому я могу сказать, что с юридической точки зрения она довольно-таки стройная и довольно-таки грамотная. Но это не значит, друзья, что у вас нет рисков, потому что тут я когда проводил конференцию в Самаре, у меня там одна женщина там начала выносить все мозги по поводу реестров, защиты, о том, как делается. Я говорю, ребята, если для вас это единственный вопрос, что вам надо защиту, реестр, ну идите покупайте акции на московской бирже через официального брокера Газпрома и вы получите стопроцентную гарантию. Но я могу сказать, что один из очень близких мне друзей и крупнейших акционеров нашей компании, компании, который инвестировал не одну сотню тысяч фунтов, так вот он смеясь говорил, показывал мне сертификаты, где в 2008 году он потерял, ладно, не будем называть, ну скажем так, не один миллион долларов на компаниях фонда, которые были 3А гарантии и за ним стояли экспертные оценки крупнейших консалтинговых компаний Соединенных Штатов. И поэтому он говорит, ребята, здесь вот вам гарантия и все деньги, которые там были, я потерял. Непосредственно в этом. Поэтому, друзья, венчурный не подразумевает, что вы входите в безрисковую зону. Если бы безрисковая сегодня была зона, то не было бы таких венчурных премий. Об этом нельзя было даже размышлять. Сегодня такие дисконты, которые привязаны к венчурным премиям, только потому, что проект высокорисковый, только потому, что в него верят сегодня единицы из миллионов людей. Когда это станет очевидным, им будут верить миллионы, друзья, ни в каких доходностях таких быть не может. Поэтому сегодня юридическая защита, я могу сказать, система гарантий, она в основном рассчитана на то, что мы с вами являемся совладельцами технологии, которая капитализирует интеллектуальную собственность инженера Юницкого. Будет это реализовано, мы получим те венчурные премии, на которых рассчитаны. По каким-либо причинам не будет это реализовано, значит, соответственно, друзья, мы с вами занимаемся рисковым бизнесом. Это надо четко принимать. И кто будет говорить, что это не так, друзья, просто ему не верьте, он вас обманывает. И мы всем этим годом показали, что есть огромное количество факторов, которые от нас не зависят. Просто не зависит. Вот. А все, что зависит от нас, друзья, мы делаем и делаем очень хорошо. А все остальное, жизнь меняется, жизнь делается. Поэтому давайте, друзья, переходить уже к Новым годам. Так. 10 долларов акции все только в интернете. А как получить бумагу, подтверждающую, что я купил? Ну, Вадим, это задает вопросы, видно, совсем новички, которые входят. Значит, входите в личный кабинет, входите в это. Все инструкции, все расписано, все есть. И поэтому я думаю, что с 10 долларов, на которые вы инвестировали, при желании вы получите все свои сертификаты. Это, естественно, что это тоже будет за дополнительную плату. Я думаю, что это может быть даже больше, чем те инвестиции, которые вы сделали. Но это, друзья, смотрите, как... И вот все на сайте есть, все разъяснения есть. И я думаю, что для нашего вебинара это не время и не место, тем более перед Новым годом, объяснять, как получить сертификат на инвестицию в 10 долларов. Я вам рекомендую, если уже завершать, что сейчас заканчивается акция, связанная с инвестированием на 10 месяцев, когда были очень серьезные дисконты. Это именно для стимулирования для тех, кто берет на себя обязательства ежемесячно инвестировать и хочет получать максимальный дисконт. Такие программы, скорее всего, еще будут за следующий год, но, естественно, друзья, они уже не будут повторять тех дисконтов, которые сегодня были. Потому что это все-таки вопрос стимулирования и вопрос того, чтобы люди, которые входили на ранней стадии, чтобы они имели максимальные дивиденды от тех рисков, которые они несли. Этот год по мере того, как будут вестись переговоры и продвигаться позиции по привлечению заказов крупных игроков, инвесторов и заказчиков, соответственно, будет снижаться вход в корневую технологию. И моя личная уверенность, я ее не раз уже говорил, что к середине где-то 2-3-16 года, то есть где-то август-сентябрь-октябрь вход в корневую технологию для краудинвестинга будет закрыт. Это будет означать то, что проект переходит на самофинансирование и за счет инвестирования заказов, за счет создания компаний, реализации адресных актов будут идти финансирование конструкторского бюро и создание образцов. Для нас, друзья, начнется совсем другое время. Для нас с вами начнется капитализация тех пакетов, тех активов, которые мы создали. Но это, друзья, как говорила моя бабушка, дай бог нам дожить до этих проблем. Это значит, активный проект развивается, он вышел на абсолютно новые горизонты. И почему мы говорим год 2016 год, год Skyway? Потому что есть полное понимание и полная уверенность в том, что до конца 2016 года это произойдет. Вот. Поэтому, друзья, я вас всех искренне поздравляю с наступлением 2016 года. Мы прожили непростой, но все-таки относительно спокойный, если его так можно назвать. Потому что у нас очень много друзей, партнеров с Украины, с Донецкой, там, с Луганской властей, с Одессы. Я могу сказать, что очень непростое время. Вот. И те, кто прижил и сейчас участвует в этих процессах, это тоже очень сложный такой момент. У нас очень много есть друзей и партнеров в Армении, в Молдавии, в Приднестровье, где тоже зреет, и эта ситуация тоже, к сожалению, подходит. И 2016 год как раз будет выводить, показывать все это уже в явное. Поэтому я, друзья, желаю вам в этом непростом году, в 2016 спокойствие, уверенности. И абсолютно уверен, что именно благодаря Skyway мы эту уверенность будем получать. Это непростые слова. Я просто общаюсь с большим количеством сейчас специалистов, аналитиков, экономистов. И они мне говорят, что вам везет, у вас Skyway. Вы себе заладили, как попугай, строй Skyway, спасай планету. И для вас больше проблем не существует. Я говорю, друзья, ну если это правда, то спорить с этим бесполезно. Поэтому мы действительно в этой плане более счастливые люди, потому что у нас есть цель, а это очень важно. У нас есть механизмы, как ее реализовать. У нас есть команды, которые готовы создавать и реализовывать механизмы, как это делать. И нас все-таки уже сотни тысяч людей, которые уже участвуют в этом проекте. И все это вместе говорит о том, что несмотря на те проблемы, которые будут происходить вовне, наш экономический ковчег Skyway будет набирать обороты, будет двигаться и будет нас защищать от тех бурек и проблем, которые будут возникать. Без них, к сожалению, не обойтись. Но я думаю, что... Не думаю, я абсолютно уверен в том, что мы пройдем это очень грамотно, квалифицированно и с пониманием того, что надо делать. И самое главное, мы это... Поэтому, друзья, весь пятнадцатый год, как год становления, потому что, опять же, прошлый вебинар, я его тут пересматривал недавно, у нас четко было понятно, что пятнадцатый год – это год становления Skyway. Мы его так и говорили. И сейчас, по-моему, ни у кого нет сомнений, что как проект, как компания, как команда мы действительно встали на ноги, делаем то, что необходимо. А, соответственно, шестнадцатый год – это уже год жества Skyway, год привлечения миллионов людей. А для нас, друзья, для пионеров, кто работает и запускает этот проект, это, конечно, будет еще и очень отрадно, потому что мы будем сопричастны и видеть свое... Результат той работы, к которой мы подключились. Ну вот, друзья, с Новым годом! Давайте завтра у нас еще обязательно от компании будет поздравление, так что, кто хочет, входите по ссылкам на наши сайты, будем поздравлять, смотреть, двигаться, потому что, друзья, все-таки мы счастливые с вами люди, потому что будущее во многом зависит от того, что мы с вами делаем. Все, друзья, строй Skyway, спасай Россию, строй Skyway, спасай планету, как говорит Михаил Кириченко. Вот. А мы с вами, друзья, будем двигаться дальше и до встречи уже в шестнадцатом году. У нас шестнадцатого сайта, будем с вами уже обсуждать шестнадцатый год. Арманд к тому времени улетит уже в Ирландию. Вот. Так что, друзья, вперед к новым свершениям. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok